эхо москвы представляет давайте поговорим про признание асадом южной осетии и абхазии вопрос почему именно сейчас асад которому в принципе это было совершенно не надо у которой были дипломатические отношения с тбилиси и тбилиси признавал сирийской правительство и тут же разорвали и тут же разорвали зачем это надо было президенту башару асаду вдруг разорвать с тбилиси отношения понятно что это могло быть сделано только если кто-то из москвы настоял ну или настоял да кто это мог быть ну вот давайте посмотрим ситуацию на южном кавказе потому что понятно что это шаг антигрузинский который произошел в частности на фоне очень позитивных переговоров которые вел карасин сабашидзе значит с грузинским представителем в европе по моему там по российско-грузинским отношениям то есть у нас наметилось сближение с грузией у нас грузии наметилось снятие многих конфликтных ситуаций проблемных там обмен там какими-то зданиями имуществом очень очень позитивно все было и вдруг на этом фоне происходит шаг который явно в грузии будет воспринят как демарш россии на как очередной антигрузинский демарш россии о чем это говорит неужели россия постоянно тупо и примитивно хочет ссориться с грузией топтать грузию нет есть определенные лоббистские силы которые подталкивают россии к этой антигрузинской политики абсурдный на мой взгляд тоже это за силы я считаю что в данном случае это армянское лобби я назову вещи своими именами ситуации события в армении и которые существуют в том числе в министерстве иностранных дел во внешней политике россии я не боюсь этого говорить совершенно поскольку на фоне событий в армении и прихода к власти пашиняна я уточню просто в миде в российском есть армянское лобби конечно очень серьезный который действует с 90 годов и который является очень сильным как и в российской политической власти вот сейчас вот есть вероятность что в армении несмотря на все заверения в любви к россии все-таки к власти пришли силы которые больше контролируются из вашингтона чем из москвы пашиняна поддержала армянская американская ассоциация очень влиятельная организация но чтобы завуалировать вялый переворот в армении который на самом приведет возможно к разрыву вот этого хлипкого канала между россией и ираном стратегически важного для россии внимание перебрасывается на грузию и это конечно отвлекает внимание от армянской темы и грузина опять у нас становится самыми виноватыми и самые плохими в россии я считаю это это просто идет вопреки коренным интересам россии потому что именно грузия православная грузия по преимуществу есть грузины мусульмане что тоже как говорится не проблема для нас она была всегда главным союзником россии кто делает грузию врагом россии на кавказе кто постоянно грузию выталкивает в объятии нато в объятии сша кто проталкивает эту версию что у нас единственный оплотно кавказе это армения а я прошу прощения а кто кроме путина может попросить ассада может я не излишне наивен лавров например может попросить чё тут а чё чё тут далеко ходить и ассад как бы ну это же наш попросить это ведь не один путин решает дают доклад вот вот так вот надо вот так вот это абсолютно бессмысленное деяние ничего кроме как бы нового витка грузинофобии за ним не последует я просто не понимаю его это на фоне очевидных доброжелательных переговоров между россией грузии те кто это сделал те кто это сделал это те кто хочет сорвать вот эти вот попытки как бы грузинского вектора налаживания отношения с дружественным братским по-настоящему братским православным грузинским народом сыгравшим огромную роль в политической истории россии и в дореволюционное время и в послереволюционное время я думаю имена у всех сразу возникли в голове фамилии да значит грузин которые играли ключевую роль там в русской истории вот вместо этого грузин буквально выталкивают отпихивают от россии ногами на мой взгляд это геополитическое преступление против интересов моей страны путин он такой дурачок и не понимал а мы сейчас вот с вами это обсуждаем публично может быть для того чтобы он понял потому что ведь ему же ведь он же живет на таком уровне человек живет докладами которые ему кладет кто-то этот или этот зайдет этот или или этот у каждого из свои полномочия вот самое близкое культурно ментально нам государство на кавказе это грузия это православное государство южного кавказа патриарх илья которого я и имел счастье знать лично неоднократно с ним встречался он как говорится вот когда шла война то заметьте патриарх кирилл и патриарх илья демонстрировали близость друг с другом да они встречались владыка иларион второй фактически сейчас человек в церкви он свободно владеет грузинским языком в тбилиси жил он был алтарником у патриарха ильи он рос там и так далее то есть связи ментальные сильнейшие и к этих связей буквально рубятся рубятся и разрубаются потому что понятно что если россия с грузией договориться то проблемы южного кавказа будет решена радио эхо москвы